Ну очень странный трек для Викинда. Очень странный трек для Викинда. Я прямо сейчас буду слушать новый трек Викинда и плейбой карти, который называется Timeless. Он Timeless. Несколько дней я ждал, что они выпустят клип на него. Единственное, что они выдали это пару каких-то кадров со съемок, но больше ничего. Поэтому я буду смотреть сраный лирик видео и слушать этот трек впервые. Ну почти. Я слышал, сейчас, ну, типа, нету тут, у меня не будет никакого невероятного, ой, я вообще сплю. Для меня тут не будет никакого невероятного сюрприза, потому что я уже слышал этот трек на концерте в Сан-Паулу. И мне тогда очень понравилось, что карти переключается между разными, как бы, голосами. Брэйби-войс и другой войс. Да, он как будто между Дип-войс и Брэйби-войс переключился. Такого я у него не помню. В последних треках это прикол. Тут одна строчка лучше другой, реально. Но вот это было хорошо. Отсылка к альбому Дай Лид. Если вы не знаете. Конечно, вы знаете. Это лучшее. Я пока не могу понять, нравится мне инструментал или нет, потому что он настолько фоновый. По сравнению с большинством песен Викинда, которые такие насыщенные, наполненные. Там прям куча-куча слоев разных звуков. В этом ухе то, в этом ухе то. Тут довольно все такое фоновое. Ну не знаю даже. А-а-а, тут же Фаррел на продакшене. Поэтому Скейтборд Пи, отсылки к Фаррелу, к Neptunes. Потому что он делает продакшен, я понял все. Не знаю, что-то мне, что-то мне не нравится в этом треке. Я даже не могу понять, что как-то оно, как-то пустовато. Чего-то не хватает. Вроде как бы и нормальный парт у него. Не самый стремный, хотя это вообще не Heartless. И даже это не Popular Скарти. Там было какое-то содержание. А здесь все какое-то такое фоновое. Такое какое-то просто... Я пытаюсь его удержать, и оно просто сквозь пальцы просачивается. И мне не за что ухватиться здесь. Неплохой трек, но он не ужасный. Но это не второй сингл с альбомом. Ну, очень странный трек для Викинда. Очень странный трек для Викинда. Может, когда-то я его расслушаю и скажу, ааа, я понял, я понял. Да, великий трек. Но на данный момент я хочу сказать, что это, вероятно, один из самых слабых треков Викинда за очень большое время. Это очень плохо. Неплохой трек, но он не ужасный. Это очень плохо и как-то, не знаю, бледно, никак. Фоновый инструментал. Куплет Викинда странный. Оно как будто какое-то очень старое. Лежащее, я не знаю, 10 лет где-то. И они просто такие, ну давай, сейчас картина хайп и давайте повыпустим. Викинд как будто не звучит на этом инструментаре, он как-то все пытается подстроиться. Может, я предвзят, может, я заранее уже себя настроил на это, но мне вообще не нравится. Грустно, что это будет на альбоме Викинда, а не какой-нибудь просто левый вообще сингл или там сингл картина, я бы не расстроился. Вот такой трек он решил поставить на свой последний альбом. Напишите, что вы думаете об этом треке. Если вообще есть хоть один человек, которому он прям крепко-крепко, мощно зашел, и вам нравится инструментал и все, дайте мне знать, потому что мне очень любопытно посмотреть на вас. Ну, это не в плохом смысле, просто у всех людей разные вкусы, разные мнения, и это не по мне.